Ураган, тропические дожди, снег почти в конце мая и изнуряющая жара в июне. Погода в этом году удивляет жителей края практически каждый день. С чем связаны такие климатические изменения и что нам еще преподнесет погода этим летом, а также осенью? Об этом сегодня спросим Александра Люцигера, начальника Краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Здравствуйте, Александр Роскович. Вас лично, как специалиста, погода нынче удивляет или нет? Ну, вообще удивить меня уже очень сложно, но тем не менее количество таких не совсем приятных и неблагоприятных погодных явлений, которые наблюдаются в этом году, в общем-то, действительно превышает среднестатистические показатели. Аномальности много в самых разных направлениях. Начнем с того, что действительно у нас в этом году, как уже мы неоднократно говорили, каждый год случается что-то, чего не было никогда. Да. Вот условия формирования паводка аномального, который у нас произошел в 20-х числах марта, она была уникальна по своему происхождению. Таких ситуаций у нас погодных, именно ее спровоцировавших, не было. Хотя мы прогнозировали, что будет сложный паводок, что будет нулевая фильтрация в почву, что будет склоновый сток. Но осадки, которые пришли с Атлантики через Средиземное море, через Черное море, через Каспий, через Среднюю Азию и локально вылились у нас в предгорьях Алтая, согласитесь, это, конечно, достаточно уникальная ситуация. А можно ли назвать уникальным вот тот самый ураган, который 23 июня обрушился на краевую столицу? И почему нынче для Алтайского края такие ураганы и даже торнадо уже стали привычными? Ну, во-первых, конечно, сказать, что в данной точке Барнового это явление было в обозримом прошлом, не приходится. Тем не менее, для территории края и для сопредельных регионов такое явление не является абсолютно уникальным. За свою практику я не единожды выезжал даже на обследование по итогам таких вот явлений. Поэтому они просто очень локальны и формируются очень быстро, перемещаются очень быстро в пространстве. И поэтому чуть вправо-влево их не фиксируют, их не замечают и их нет. Они проявляют себя только вот в конкретных точках очень быстро. Получается, невозможно было его предсказать? По прогнозированию, само вот явление, что оно может быть, это да. То есть предпосылки к этому существуют. А где оно сформируется, где оно наберет вот эту вот свою мощь, наиболее мощность и куда оно переместится, потому что оно живет тоже очень недолго по времени, вот этот момент совершенно невозможно прогнозировать. Но у нас нынче не только вот ураган, не только торнадо, которые были в районах, но и высокая влажность воздуха и практически тропические ливни. Это тоже тренд нынешнего лета? Ну, если говорить, что у нас после очень длительной, затяжной, холодной весны начался именно вот в таком ключе июнь, да, у нас влажность очень большая. Осадков выпало, кстати, за июнь по территории Алтайского края совершенно разное количество, потому что, опять же, осадки, которые выпадают из вот этих грозовых очагов, они очень локальны. Даже вот 23-го числа то, что было здесь у нас на территории центрального района Барново, метеостанция практически ничего не зафиксировала, которая находится в научном городке. И у меня в центре осадкомер мы поставили, он зафиксировал всего 19 миллиметров осадков. В то время как 30-го числа, вот, совсем на днях, у меня здесь вылилось 30 миллиметров осадков, а в научном городке опять и половины этой суммы не было. Понятно, все локально происходит. Очень локально. Можно ли назвать вот то, что сейчас происходит, изменением климата? Ну, здесь говорить о том, что изменились атмосферные циркуляции, они меняются. И в связи с этим меняется количество вот таких вот неблагоприятных явлений. Это уже можно говорить абсолютно точно. То есть у нас начинает меняться соотношение количества тех или иных атмосферных циркуляций, заходящих на территорию региона. Именно они же формируют погодные процессы. Это характерно именно для края или в целом про Россию? Нет, это уже явление планетарное. И поэтому каждый регион в той или иной степени ощущает эти изменения. Где-то больше, где-то меньше. Вот тропические такие осадки и изнуряющая жара, и очень высокая влажность воздуха, они с нами останутся до конца лета или все-таки в ближайшее время уйдут? Ну нет, сейчас аномальная жара во всяком случае должна немножко сходить на нет. Хотя по прогнозу первая декада июля на полтора-три градуса выше среднеклиматических значений для Алтайского края. И прогноз на месяц тоже, в принципе, дает уже говорить о том, что среднемесячные температуры однозначно будут выше среднемноголетних значений. То есть июль будет как минимум теплым и где-то жарким, пусть не аномально, но жарким. И в большинстве дней остается вероятность именно вот таких вот грозовых, очаговых, локальных, дождевых. Я знаю, что вы не склонны делать долгосрочные прогнозы, но хотелось бы все-таки узнать, ждать ли нам в связи с этим совсем ранней осени, ранней зимы? Ну здесь я не люблю действительно гадать на кофейной гуще, потому что официальные прогнозы вообще, которые существуют сезонные, и вообще только до сентября, которые делал гидромет. Поэтому уж никак на осень мы говорить не будем. Но пока, во всяком случае, тот прогноз, который есть, он сезонный, который был сделан на долгосрочную перспективу, он уже довольно сильно изменился от своего первоначального варианта. Предсказывать погоду становится год от года все сложнее? И почему так происходит? Ну не предсказывать, а прогнозировать. А во-вторых, действительно, ведь я уже неоднократно это говорил, любой прогноз строится на аналогах. То есть, когда выстраивается длинный ряд наблюдений, ищутся аналоги подобных ситуаций, которые были в определенный период времени. Если мы говорим, что у нас все чаще случаются ситуации, которых не было никогда, да, соответственно, они выбивают уже этот тренд, и ситуация становится, мягко говоря, слабо прогнозируемой по этому методу. И что делать? Как прогнозировать-то дальше? Дожить? Как? Что делать? Ну то есть, вот следующее лето может оказаться совсем другим, чем это лето 2018 года? Это абсолютно может быть другой процесс и абсолютно другая ситуация. У нас нет ни одного года похожего на другой, ни одного сезона похожего на другой. Чтобы подряд, очень редко бывает так, чтобы у нас подряд в течение двух-трех лет были одни и те же погодные ситуации. Вспомните, вот у нас, чтобы было несколько лет подряд жаркое лето, было такое? Ну, наверное, нет. Вот. Поэтому так же и чтобы подряд были очень там прохладные или с большим количеством осадков. Поэтому нет, конечно, все в природе чередуется, и вообще баланс какой-то он все равно сохраняется. То есть, какой у нас будет осень и зима, пока мы не знаем, очередной сюрприз будет? Да, надеюсь, приятный. Я тоже надеюсь. Спасибо вам большое, Александр Ускарович. И напоминаю, что сегодня об изменении климата и о погоде на ближайший июль и август, а также начало осени мы говорили с начальником Краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александром Люцигером.